Творцы атомного века. Выставка под таким названием открылась в зале музейно-выставочного центра. Уникальные предметы и документы, связанные с именем одного из основателей атомной отрасли нашей страны, Ефима Павла Вячеславского, бережно хранятся в этой экспозиции. Вместе с первой экскурсией выставку посетила наша съемочная группа. Рассказывает Антон Сапогов. Копия плутониевого шарика, ставшего сердцем первой советской ядерной бомбы. Подлинный ключ, которым была приведена в действие первая водородная бомба. Графитовые элементы первого атомного реактора, уникальные документы. Эти и другие свидетельства зарождения атомной эры встречают посетителей выставки, центром которой служат стол и личные вещи из кабинета Ефима Павла Вячеславского, одного из отцов-основателей всей отечественной атомной промышленности. Выставка из Москвы посвящена 125-летию выдающегося ученого. Экспозиция уже побывала в нескольких атомных городах. Теперь с ней может познакомиться каждый новоуралец. Основная идея этой выставки – показать историю создания атомной промышленности и личный вклад одного из выдающихся государственных деятелей 20-го столетия, столетия Ефима Павловича Славского, в создание ядерного щита и создание атомной промышленности в нашей стране. Сама выставка построена на эффекте присутствия в кабинете. Мы здесь воссоздали, реконструировали стол Ефима Павловича Славского. Он практически точно воспроизводит оригинальный стол, который находится в его кабинете. Вот за этим столом подписывались судьбоносные решения для нашей страны. Курчатов, Кикоин, Харитон, Славский и многие другие великие ученые известны прежде всего как создатели ядерного оружия и энергетики. Их имена навсегда вошли в летопись отечественной атомной отрасли, которая и сегодня руководствуется принципами, разработанными на заре атомной эпохи. Все эти принципы атомной отрасли, которыми мы сейчас руководствуемся в настоящее время, они были тогда заложены сами основателями нашими. Можно привести несколько принципов. Это принцип такой безопасности, принцип дублирования. Еще был такой принцип территориального распределения наших атомных объектов по нашей стране, с тем, чтобы максимально минимизировать риск аварийной какой-то ситуации или, допустим, внешнего воздействия на атомные объекты. Всегда были в ключевых направлениях атомной отрасли, всегда было два больших комбината или даже больше комбинатов. Я работаю на разделительных комбинатах, на производствах, знаю, что есть комбинаты сопоставимые, например, помочь с нашим комбинатом. Это вот такой принцип дублирования. Это очень важно, особенно в существующих в настоящее время условиях. На каждом из этих музейных стендов, помимо фотографий, документов и предметов истории, есть экран и наушники. Это электронный экскурсовод, который раскроет посетителю значение представленных здесь экспонатов. Поэтому все, кто интересуется историей атомной отрасли, смогут получить полезные знания. Выставка «Творцы атомного века» будет работать до 14 ноября. Ее двери открыты для всех новоуральцев. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.